Как улучшить сотрудничество между краевыми предприятиями курортного комплекса и промышленности? Этот вопрос стал ключевым в обсуждении за круглым столом, который состоялся в рамках поручения губернатора Краснодарского края. В его работе приняли участие министр туризма Краснодарского края Христофор Константиниди и исполняющий обязанности главы Краевого департамента промышленности Иван Куликов. Представители исполнительной власти отмечают, что повышение уровня внутреннего производства на Кубани в целом неуклонно растет. Появляется конкурентоспособная продукция, которая способна импортозаместить ту продукцию, которая возилась ранее. Мы сегодня, задача властей Краснодарского края в рамках тех поручений, которые губернатор, это максимальное создание условий для развития собственного производства на территории, создание продукта с высокой добавленной стоимостью, то есть максимальный уровень локализации. Все это, мы надеемся, даст тот толчок роста в промышленности, которую мы ожидаем. В 2017 год, безусловно, мы также рассчитываем нарастить объем производства по ряду направлений, в том числе это в отрасли машиностроения, в том числе в отрасли металлообработки. В работе круглого стола также приняли участие представители торговли, индивидуальные предприниматели, представители сферы санаторно-курортных услуг. Их прежде всего интересовал вопрос, на какую поддержку они смогут рассчитывать. Сегодня в Крае успешно действуют программы помощи малому и среднему бизнесу, и работа в этом направлении будет продолжена. Та поддержка, на которую вы можете рассчитывать, это максимально 25 миллионов рублей, объем нашего поручительства, и срок на сегодняшний день до 6 лет кредит, по которому мы можем выступить поручителем. Просто для себя отфиксируйте, что такая возможность существует, а в случае чего просто дополнительно найдете информацию о нас, и мы вас проконсультируем полностью, как вам правильно поступить, в какой банк обратиться и на что можете рассчитывать. На данный момент в Краснодарском крае работает более 7 тысяч предприятий. Почти 30% из них производят продукции для санаторно-курортного комплекса. Одна из основных задач – научить предприятия маркетинговой стратегии продвижения их продукции. В этом поможет дорожная карта, которая разработана совместно с Министерством курортов, туризма и Олимпийского наследия края. Выставка «Анапа. Самое яркое солнце России» – это одно из первых мероприятий по развитию дорожной карты. Всего на этот год запланировано около 30 различных форумов, выставок и обучающих семинаров. В планах также создать на побережье сеть логистических центров, которые помогут снизить издержки по доставке продукции.